Ваня Пермяков И это в 20 раз больше населения города, в котором еще недавно жил блогер. Сейчас он в Москве. Контракты с ним заключают крупные рекламные агентства. Не зацепиться, понимаете, скользко. Дама с собачкой набрала 22 миллиона просмотров. Это Тюменко Елена Самчук. По образованию инженер, по призванию тиктокер. По специальности не работала ни дня. Приложение Елена скачала три года назад и сразу поймала волну лайков. Только вот миллион подписчиков не гарантирует большой заработок. У меня были запросы на рекламу в тиктоке. Но это несколько их в год. То есть тиктоком не прокормиться. Мне очень приятно, что меня узнают. Мне нравится обниматься с людьми, когда меня узнают, особенно в других городах. Эта платформа набрала огромную популярность в короткие сроки. По всей России открываются тикток-хаусы, в которых молодежь живет большими компаниями и снимает контент. Такой дом есть и в Тюмени. У нас был продюсер наш. Он с 16-го года все мечтал собрать блогеров, чтобы они делали рекламу, зарабатывали деньги, весело жили. Тикток повлиял на появление новых профессий. Среди них и преподаватели для школ блогеров. Студентов учат не математики и философии, а продвижению и съемки. Кстати, занятия в них порой стоят дороже, чем у репетиторов. Впрочем, для славы в сети не нужны дипломы и научные знания. Что получают оффлайн, остается оффлайн. Если ежедневно снимать, в день по три видео у вас обязательно все получится. Но обязательно надо учиться. Обязательно надо учиться, потому что школьное образование и образование, которое дают в высших учебных заведениях, оно для практики жизненной очень тоже важно. Еще 50 лет назад молодежь мечтала полететь в космос, стать учителем или врачом. В начале 2000-х самыми популярными были юридические и экономические специальности. Сейчас мечтают стать миллионером. Точнее, миллионником. И чтобы видео набирали по миллиону просмотров. Дарина Халина, Андрей Ветров, Тюменская служба новостей.